Как все дети, которые хотели кем-то быть, я думал, я буду художником, все время рисовал. И вот лет 13-14 в трех километрах от нас было большое село, там была художественная школа, приехал преподаватель и показал нам, как надо лепить из глины. Тогда наши делали саманы для дома, я тогда наблюдал пласт такой жирный, который можно было лепить. И вот мне эта лепка так понравилась, когда показал учитель, что я все как бы влюбился в это дело и лепил уже. Потом обо мне сказали первому живописцу, моему духовному учителю Саражину Батырову. Он с Махачкалы приехал, принес какую-то книгу, сказал, вот есть специальный скульптор. Но для меня, честно говоря, как мальчик, тогда не доходило все это. Хотя я видел, много памятников тогда ставили. Как-то вот не понимал я этого. Но как бы любовь к тому, что я привык рисовать и привык лепить, наверное, вот это победило, наверное, что я уже, несмотря ни на что, начал делать свои какие-то работы. Многие работы я делал, копию. Когда он приносил книгу про скульптуру, там были работы. Но уже я стал понимать, что такое скульптура. Для этого надо пахать, для этого надо учиться из Азов. И я выбрал тогда Ленинград, Санкт-Петербург. Я каждые пять лет делаю отчет на свой выступ перед собой, перед своим народом. И вот я говорю, я поеду в Ленинград, Питер. Потому что Пушкин там и вообще вот этот город, который сама по себе красиво. И там вузы, которые есть, училища тоже. И я посмотрел, когда приехал, все вузы. Академия художества, конечно, известная. Посмотрел их, и их не работаю. Потом я хотел именно вот этот вуз, она называлась Высшее художественное промышленное училище Немухиной. Сейчас она носит название именно Барона Штиглица. Специальность была вроде монументальной скульптурой, но нас учили делать всему. Тем же гончарным курганом, той же керамикой. Это был модный вуз. Но, к счастью, к сожалению, туда брали только пять человек. Из пяти человек тогда, из бывших союзных республик, двое их должны были принять. Двое были за рубежа всегда. И один, который смог поступить, подать заявление. Но я мудро поступил, потому что всегда помнил слова моего брата, учитель Сразина Батырова, что надо с АЗОВ, то есть училище среднее. Тогда училище называлось художественное училище имени Серова. Сейчас оно, опять же, училище имени Рериха. Но, опять же, не угадали с этим училищем средним, потому что оно, оказывается, было для ленинградцев. Ну, я увидел трех насменов там. Один был узбек, другой был армянин. И третий был, о котором я когда говорю, говорят всегда «Вау!». Ну, я скажу. Ну, я к узбеку подошел, как ты поступил? Он говорит, вот здесь есть монетный двор, есть бумажная фабрика «Гознак», куда устраиваешься охранником, тем более ты после армии, тебе дают пистолет, тебе дают форму. Формой тоже я обрадовался, потому что, когда я уже был там, у меня нечего было одевать. И питание тоже в этом монетном дворе, в «Гознаке» было бесплатное. Мы дежурили как бы сутки, двое отдыхали. Но двое суток, даже во время дежурства, когда надо было спать 4 часа, я бегал, тогда были дамы культуры, которые преподавали те же имени Мухина, у нас называют мухинцы, я дальше буду так назвать. Мухинцы там преподавали, с академией преподавали, с серого преподавали. И я пошел туда. Но в это училище приходил, знакомился. Само собой, вначале меня выгоняли, директор там выгонял, все, я лазил, где как можно было, потому что мне надо было учиться. Я вот не знаю, прилив сил, прилив чего, сверху или вокруг, но жажда, что я должен учиться и быть не последним, меня почему-то двигала. И слова самого сосредоточного батарея и моего брата. Ты, может быть, тебе надоело, возвращайся. Я говорю, нет, меня всегда еще больше окрылило. И вот мне познакомили, там Царство Небесное Целия Яковлевна была, она преподавала живопись у оформителей. Я у нее занимался, потом директор тут сказал, ладно, оставим эту пальму, мне кажется, он упертый, пускай занимается. И потом я хочу сказать о третьем, когда он ходил в джинсах, весь, вот, похуже на нас смены. Это был великий Виктор Цой. Он там учился два года, ходил в своих джинсах и так далее. Потом, ну, единственное, мы никогда не общались, и в училище дальше возле, почему говорю, нам некогда было. Мы все время были в работе, все время были в тех местах, где надо было чем-то подкопить свое мастерство. То есть зоопарк, улицы, метро. Поэтому мы всегда носили альбомы трех размеров. Маленький, где мог я, ездя в автобусе, делать наброски. В парке где-нибудь, в каком-то альбоме делать зарисовку людей или животных. И дальше большой альбом, где-то музей, где-то спокойно. Вот эти альбомы у меня всегда были. Как есть или пить воду и так далее, всегда у меня. Я даже, когда поселился в это обширите, там были именно поступающие в мой вуз, дальнейшие в академию и в это училище. Они меня тоже опекали, говорили, молодец, сделай свое дело, только поступай. И даже я там написал, опять же, в моих воспоминаниях, биографии вот великих художников, быть самим собой. Я написал, не дня без наброска. Постоянно пахал, благодаря себе, что уставший даже после работы, я делал наброски, нарисовки. Единственное, говорю, один раз я тогда устал, потому что там стоишь, дежуришь, проходят рабочие, тем более я не сплю вообще, там я не знаю, тем более же он молодой же. И я что-то пришел домой, поставил, уже не помню, что-то порисовал и заснул. Утром проснулся, каляка-маляка, какой-то набросок, я пожал себе в руку, сказал, даже вчера ты не предал самого себя. Это был тоже уникальный метод как бы обучения, продвижения, потому что ты отвечал перед собой. Всю вину, которую ты не можешь, ты у себя спрашивал. Сейчас тоже обучаю я учеников здесь, спутники. До этого я искалесил в Весу Карачаево-Черкесию, преподавал училища Таурова, Карачаевского университета, здесь в Академии. Везде студентов и учеников учу, чтобы они любили свой народ, свои корни. Мне повезло в чем? Одаренные дети, которым не надо много, говорить. Они из художественной школы или какой-то спецподготовкой. Если даже нету, они приходят, уже влюбляются в это дело. Буквально вчера было открыто двери здесь, приходили со всех школ, и ребята, которые, может, боялись ездить за кончарный круг, они уже смело подходили. То есть, сам было не бояться нового. Допустим, вот эта керамика, которую я преподаю здесь. Сейчас я начал скульптору преподавать. И вот мне приходилось, дальше завершая свой разговор три года ждать временной прописки, чтобы поступать в это училище. Хотя уже через год я был, даже хорошо говоря, асом. Меня хотели в эту группу взять, где Целлия Камна преподавала живописцем. Я сказал, я хочу быть скульптором. Она тоже удивилась, говорит, а почему вы, какая вам разница? Я говорю, нет. Я из такого народа, у меня даже во всей истории не было ни одной профессиональной скульптуры. Поэтому мне поставили сюда, чтобы я мог учиться. Проходит год, опять же, в следующем году уже прихожу, уже третий год. Мне вот должна была быть временная прописка, где-то, по-моему, в сентябре, а в начале июля шесто, прием документов. Я опять прихожу, мне уже даже, извиняюсь, в учебной комиссии, все у вас хорошо, но прописки нету. Я уже без настроения выхожу, еще один год ждать, что я готов, ну что поделаешь. А преподаватель по скульптуре Овсен Досеев-Сиренко, царство небесное, его тоже нету. Он уже в меня так влюбился, говорит, уже никому не хотел отдать, только у меня больше учиться. Мы вышли за дверью училища, стоим, он тоже не знает, чем мне помочь, набор документов еще идет. И вдруг подходит какой-то преподаватель и говорит, а в чем дело? Он объясняет. А тогда художественное училище мне все равно относилось к отделу образования города Черкесска. И вот он буквально дал совет, пускай поедет туда мальчик, напишет это самое заявление, все. Короче, все, что он говорил, я сделал, я даже не знал, как я сдавал экзамен, поступил, все. Потом поехал туда, сказал, я поступил, и он мне сказал, ну и что, поздравляем, дальше действую сам. Но у меня за это время такой опыт накопился, все, вот я в руке всегда держу пластилин, это у меня профессионально, всегда я должен мнуть его, потому что она помогает мне всегда, и духовно, и физически, все. Поступил, потом я остался на работе, хорошо, начальник меня уже уважал, он давал начать работу. Я так выдержал года четыре, потому что надо было питаться, хотя получал стипендии, все, но мне это нравилось, где-то делать какую-то работу, потому что меня вот именно семейная жизнь так меня воспитала, что я мужчина, я сейчас должен отвечать за свои слова, делать все, чтобы у меня было все хорошо, дальше в семье, само собой. И брат мой как раз учился в консерватории, первый оперный певец на Гайской, он приехал в Петербург, говорит, я взял отпуск, здесь буду стажироваться, он ходил туда, как раз за меня работы делал, потом пришел один день, через, по-моему, полгода, говорит, Кушелин, не надо, оставь эту работу, это не для тебя, и вообще, я тебе буду помогать дальше. А мне оставалось всего один год, чтобы сделать диплом. Он уехал обратно, я, само собой, закончил училище, не то, что на красное, на все, с академией был как раз там представитель комиссии, а с нашего училища, это училище, где учились великие Рерих, Репин, Шишкин и так далее, это малая академия, после нее должны были все поступить в академию художественной, тогда был СССР. Ну, мне, а за это время же я ходил не то, что в зоопарке, в какие-то дома занимался, я ходил в этот вуз, именно Мухина, знакомый с преподавательным, со студентами, опять же напорство, показать себе, что я могу, что я хочу, что я должен поступить, когда будет время. Но, само собой, тогда не было от ничего, не играло никакой роли, только работа, только усилие, только работа. и я говорю с заведующим, я не хочу в академию, я хочу в Мухинское училище. Он нет в академию, в твоем месте там, там уже есть. Тогда давали бывшим абитуриентам Союзных Республик СССР направление, даже если тройка у него по рисунку, его принимали, потому что этот специалист нужен в данной республике. А я был с обыкновенной республики, республика Дагестана, поехал в Министерство культуры, объясняю, я говорю, хочу поступать дальше, у моего народа нет именно с таким образованием. И меня опять же спрашивают, а где ты учился? Я говорю, в Ленинграде. Ну, говорит, дуй дальше сам. Я говорю, а чего же, я сюда приеду. И все, говорит, ты учился в Махачкале или в Избербарше? Ну, опять же, я разозлился, поехал. Опять же, уже к учебному, это самое, аудитории. У меня просто, вот мой директор училища тогда, тоже его нету, окончил академию, график. Он был посильным, как бы, вердиктом, когда я подошел, говорю, я хочу в Муховское училище. Он говорит, правильно, твоё место там. Он подписал, сразу побежал, подошёл к аудитории. И уже смотрю, вереницы люди уходят, и посильная женщина спрашивает, подождите, а что, приём документов закончился? Да, джоныши закончился, а где выходили? Я не стал объяснять, но, мне кажется, последняя женщина поняла моё настроение. А вы где учились? Я говорю, вот здесь, местная художественная училища, серого. Тогда вы наши, идите, сдавайте. Я побежал, сдал документы. Опять же, сдаю все специальности, сначала скульптура, лепка живой фигуры, рисунок и так далее. Ну, хожу уже, опять же, не в таком настроении, не знаю, что у меня было, но, скорее всего, я делал учебные, именно экзаменационные работы хорошо, отлично. Смотрю, двое на меня кивают пальцами. Это мои уже хорошие друзья, приятели с Одессой, Миша Рева и Саша Пальмин. И мне говорят, мы идём на отлично. Я говорю, уже чуть ли грубо, отстаньте мне не до этого. Мне лишь бы вот дождать и пойти, может, отдохнуть, выспаться и так далее. Поступили всё первым же номером. Но всё равно, когда я много рассказываю о своём, как я добивался, всё равно вот проверка идёт, которая мне потом как бы доносит. Позвонили моему преподавателю Александру Сиренко и говорят, вот такой-то поступает, как он? Он сказал, берите. Вот тоже опять сетка такая тогда была, попасть туда, в общем, нереально было. Люди поступали по много лет. И мне повезло, что я сразу поступил, а потом, наверное, было ещё одно, что я со второго курса училища, с моим однокурсом начал выставляться. Уже в обстосоюзном, всероссийском рисунке скульптуры на выставках. Но тогда был такой-то тоже момент, такой, если ты молодой, не имел значения, талантливый, хотя это слово не люблю, хорошая работа. Если ты студент, твоя работа не принимает. И вот мы выставили с ним, это Саша Бортинг, опять же, я говорю о них как-то ушедшем времени, он тоже недавно умер, жил, работал в Новосибирске. и он говорит, ну что, как там дальше будешь делать? Я говорю, ну я буду уже дальше учиться, это самое, мне нравится, всё. И этот самый, закончил этот вуз, и вот это у нас первое было, как, у нас вот этот, пять, шестой человек пришёл, он после армии, у нас было шесть. И мы впервые, это закончило, заканчивало в девяностом году, первого января умер вот брат мой, о котором я говорил, первый профессиональный певец, ему было бы 35 лет. Ну мне говорили, возьми академическое, и так далее, но я говорю, лучше я закончу, как бы ни было горя. И потом я говорю, брат бы меня не оправдал бы, если бы я буквально осталась до диплома, я бы из себя взял бы академическую. И вот мы впервые, что сделали тогда в девяностое, как бы все планы вуза, не говоря о том, что тогда были целенаправленные такие дипломные темы, допустим, я плохого ничего не говорил о темах, Ленин, революция, рабочие, колхозник, столевар, и так далее, и так далее. Мы взяли впервые свои темы. Я взял негридический, нагридский эпос, Ян Бекеш, это женщина, которая пошла воевать, срезала косы, и так далее. И были размеры большие, два метра. И нас лучше, вот троих, поместили в этой мастерской. Второй, Саша Пальмин, взял тоже на русскую тему колонную статую. Третий, Днепропетровский, Саша, тоже взял на свою украинскую тему тогда. И вот мы в трех, почти метровом варианте все это вылепили. Рядом другие по несколько человек были, мы отдельно как, тогда считалось какая-то элита, может, они хотели, чтобы показали. Я помню слова, когда уже в день защиты диплома зашел в нашу мастерскую через дверь, а я как раз сзади был, представитель комиссии, он тоже наш выпускник мухоминского училища, в академию учился, он зашел и сразу увидел нашу работу и говорит, ну надо же, куда я попал, какую историю. Все взяли свою тему впервые, даже к нам начали приезжать в академию художеств, смотреть наши работы. То есть это были, я не говорю, уникальные, красивые, но главное, тема была необычная, которую мы до этого не давали. И вот с этого начался мой путь, я закончил вуз, приехал в Дагестан к себе, опять же, поехал в Махачкалу, но там мне одна преподаватель сказала, пожалуйста, пока нигде не работаю, опять же, шлифую свои мастерства уже в своем регионе. И вот я взял бумажку, начал объезжать аулы, изучал волочные дела, наши родовые знаки, там, которые стали потом мне как бы такой отчетной точкой, везде, где я показываю, на них обращайте внимание. Вот в том году, когда во Франции были, ничего не надо было объяснять, они говорят, а это что? Когда я начинаю объяснять, даже не зная языка, они говорят, очень интересно. Потом какие-то моменты, те же, которые у нас были богатым фольклором именно моего народа, богатой историей моего народа, я выливаю свои работы. Здесь сегодня вы увидели много моих графических работ, те работы, которые я не могу никак воплотить в скульптуре. Это или рельефы, или объемно-пространственные композиции. Но потом я убедился, что они пускай остаются даже в таком состоянии, потому что у меня уже больше ста иллюстрированных книг. То есть, до того, оказывается, понравилось поэтам, писателям, что я как будто почувствовал их стихи и так далее, хотя, может быть, где-то каких-то моментов я их не читал, потому что они тоже посвящали своему народу, своей культуре, своей мифологии. Везде свои работы везут как ребенка. Никому не доверяю. Не то, что они могут плохо нести, потому что я чувствую, когда несу, что мне поломали, чтобы не было. Потом я закончил вуз, когда был уже Дагестан, надо было вступить в Советский художников СССР. Потом проголосили уже Карачаевск, там 10 лет поработал, потому что там те, которые были внутри проволок и так далее, уже сгнили, уже скоро упал бы. Сейчас она уже в таком хорошем состоянии, и люди ездят, радуются. Потом мне пришлось с другом участвовать еще в одном большой работе, это Аллея героев, где 28 героев Совета Союза России. Это в 2005 году открыли большой конкурс, участвовали со всей России, но мы тоже с таким же образованием. Тогда просто был тендер, отбирали, потому как мы оценили работы, но мы сделали все, что мы должны выиграть, потому что мы хотели, чтобы наши специалисты учиться учиться должен так, потом не говорили, что ты плохой учился. с обьем и обьем и в и и и в и и в Редактор субтитров А.Семкин